В Караганды жители пожаловались на качество новых домов. Они утверждают, что им страшно жить в новостройках. В одном из домов пошла трещина с 1 по 16 этаж. А кое-где вот-вот обсыпется кирпичная кладка. Кто так строит и почему, выясняла Людмила Батюшкина. Окна вот сюда выходят. Дети, как сказали, поднимались. Вон на 16 этаже наш балкон. Несмотря на то, что ключи от новой однушки получила в сентябре, Елена Менгель еще ни разу не видела свою квартиру. К тому же с 1 по 16 этаж по дому расходится трещина. Соседи жалуются, что в доме холодно. Вот есть она квартира, и в то же время нет. Я даже туда подняться не могу, так как я инвалид, потому что не работает лифт. Квартиру мать-одиночка с тремя детьми получила, дождавшись очереди. Этот дом на другом краю города заселен два года назад по программе «Молодая семья». Несколько дней назад жильцы заметили, что на уровне седьмого этажа вздулась кирпичная кладка. В любой момент она может осыпаться на головы прохожих. А с противоположной стороны трещина по фундаменту. Вот видите, да, идет трещина в стену. Вот фундамент сядет, дом стоит. Нам жить опасно здесь, потому что здесь много детей маленьких. Не дай бог, все сейчас уходят на работу. Завтра, кто знает, дом как безо, как сейчас шапогат. Не дай бог. Страшно. Когда еще карьер взрывают они, тогда, конечно, дом шатает. В городском отделе строительства поясняют, в первом доме идет усадка. Однако признают, что с подрядчиком есть проблемы, которые сейчас решают в суде. Во втором доме уже закончился гарантийный срок и спросить теперь неского. Сейчас чиновники ищут строительную фирму, которая возьмется за демонтаж и восстановление кирпичной кладки. Однако, несмотря на повсеместные жалобы на качество строительства новых домов, чиновники считают, что оно хуже не стало. Качество строительства, оно не хуже, чем в советском мире. Мне сейчас технология поменялась. Видите, в советское время в основном строительство было скрпичное. Все строилось скрпичное, панельное. Сейчас технология строительства, оно идет полностью монолитный каркас. Более того, в Акимате уверяют, что в большинстве случаев жильцы довольны качеством, благодаря конкуренции среди строительных компаний. Все остальное – частности. Всегда болото. Мой дом стоит, наше болото стоит. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.